здрасте я вас категорически привезовали расти 5 теперь да в этот раз короче оказалось что акустическая гитара то очень капризный инструмент а дерево это капец какой капризный материал для него стоит от влажности гриф ведет все скручивается гнется играть невозможно я много думал и придумал новый инструмент осознал ошибку какой в этот раз будет материал дерево теперь сплошной без пустоты внутри хоть перепроектировал как-нибудь там эргономику может учел дизайн переадаптировал сделать точно такую же гитару точно такой же формы только теперь корпусы сплошной доски целиком ты талант только из этого она очень тяжелая получается и можно типа как оружие прямо использовать точно это как ты вчера до как мысль психологическое оружие такая я слышал как ты играл то прям была пытка но зато то что зато у этой гитары нет вот этой дурацкой дырки куда вот эти штуки пластмассовые падали все время где дырка вас в штанах предположительно правда есть минус теперь вот дырки нет и туда нельзя чем полезное спрятать что там прятал такое не чё соль ничего я не прятал туда ничего ничего не прятал ничего у тебя в штанах короче есть еще идея чтобы она не была такая тяжелая ее можно сделать из опилок ниже рассыпление надо взять прям спрессовать очень сильно и склеить опилки же не звучат вы не будете играть на опилках там струны будут а ясно так намного лучше надо все равно будет научиться играть блин 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 на самом деле кроме шуток мы прям заказали настоящее научное исследование по-взрослому прям с рандомизацией с двойным ослеплением с этим вот тем что прям было понятно непредвзято и объективно все однозначно это неожиданно как и кризис и теперь и деньги закончились и исследование не началось блин блин я тут и так все ясно но на слух же супер очевидно сто процентов все разберутся сразу давить они ж не глухие никто даже не о чем дискутировать ясно как день ясно как день у тебя в штанах блин как-то это дело на само как-то слушая что с этой гитарой можно делать можно фоткаться с ней очень красиво еще можно еще об сцену разбить зачем зрелищно же еще знаю облить бензином и поджечь а музыку игра ну в принципе можно название тоже придумала это будет электро гитара это электронная или электрическая я пёс его знает пусть гадают гадают у тебя в штанах не нужно крутое прозвище еще и электро гитара электричка это пояс электронка это почта вообще электруха тонах у вас труха предположительно хотя электруха неплохо звучит а почему кстати электро гитара как почему очевидно же там звукосниматель ничего это такой магнит который снимает звук струна железная она вибрирует и получается что магнит снимает колебания струны то есть он как бы смагничивает звук может она тогда не электро а магнита гитара блин что-то не подумал ой ой и так сойдет что за звукосниматель вот когда с одним магнитом ну типа одиночный звукосниматель это сингла типа как актер стивен сингл нет сингл типа как одиночный сингл понятно понятно а двойной дабл хамбакер как актер стивен хамбакер не как который в сериале про шерлока не знаю может быть слушая зачем одиночный если есть сразу двойной магнитом можно было прямо на ней на гитаре прям подыгрывать когда она через сингл ловит радио удобно а то все равно не понял почему электро и что надо в розетку включая конечно попробуйте но не то есть это аккумулятор и солнечной батарея ее вроде нельзя батарея как-то это типа как электрическая стиральная машина ну типа руками ничего делать не надо сама стирает не гитара не стирает блин как самокат на обычном надо что-то уметь ногами там работать силы тратить она электросамокате просто вот ничего не надо он сам ей гитара не едет вроде мы как-то приближаемся к пониманию чего она умеет от твоя гитара но как-то вот исключаем варианта в основном от противного и противный у вас штанах положительно вы уж уточните уже раз есть электрогитара значит должна быть электроакустика пусть будет а электроклассика просто электро и электроакустика электроакустика просто акустика и просто акустика и просто акустика А вот это вот что такое? Крутилки. Зачем? Крутить. Удобно. Это вот регулятор громкости. Зачем? Ну, это если надо, чтобы сделать потише. А если я хочу погромче? Нет, погромче нельзя. Так это регулятор тихости. Входи так. А он вторая зачем? Это, не знаю, не пользовался. Не пользовался у тебя в штанах. О, почти получилось. А вот тут вообще можно, кстати, сделать пружину, чтобы струны сразу все ослаблять и натягивать. Это ты еще зачем? Ну, не знаю, если у тебя гитара, ну, слишком хорошо настроена, вот можно ее расстроить. О, еще можно рычаг туда вкрутить к пружинкам. Такой. Ну, чтобы вот так его поворачивать, это двигать назад вот сюда. Зачем? Чтобы играть не мешал. Удобно. Удобно. А зачем тут гриф на болтах? Это чтобы можно было легко разобрать гитару. Зачем? Не зачем, я ее никогда не буду разбирать. Нафиг надо. Удобно. Ну, можно еще сделать сквозной гриф. Это как? Ну, это когда гриф насквозь проходит через корпус. Прям насквозь? Ну, прям насквозь. Только проблема есть. Я не понял, как играть, когда гриф вот так вот из корпуса торчит. А если попробовать не вот так вот, а вот так вот как бы? А, да, так удобнее. Удобней. У тебя фигня какая-то получается все время. Вот еще, для удобства, чтобы знать, где какой лад, прямо на накладке сделаем точки такие специальные. О, то есть она у тебя, получается, на коленях будет лежать, и точки будут вверх смотреть, и тебе их будет видно, да? Нет, нет, точки будут вот так наружу, а смотреть будем как бы вот так сверху. То есть не видно будет точки. Получается так, косяк. Косяк. Ты тогда лучше вон там, с торца, с краю точки сделай. О, точняк. А там вот на накладке не делай, нафиг и не нужны. Я же сделал уже, что теперь, переделываешь-то? Да, конечно, или ты хочешь халтуру сделать. Должна же быть у тебя какая-то ответственность, не знаю, минимальное самоуважение, что ли, достоинство. Блин, мне так лениво. Справедливо. Ой, есть еще один существенный недостаток. Какой? Пока ее не подключишь к усилителю, ее вообще не слышат. Да ну, брось, я отчетливо слышал, как ты играешь. В твоем случае, то, что ее не слышно, это не недостаток. Ну, я имею в виду, что без усиления она не звучит. А, то есть надо усилитель, и тогда будет звучать. Да, но как говно. Нужен не абы какой, а прям специальный гитарный усилитель. А, ну то есть когда уже есть вот этот гитарный специальный усилитель, тогда уже можно играть. Не, просто в усилитель все равно как унылое говно. Надо будет еще купить штук 10 таких специальных коробочек, таких с эффектами, чтобы хоть как-то сносно зазвучало. Ну, то есть ты придумал музыкальный инструмент, и чтобы его просто вот услышать, надо купить целый фургон музыкального оборудования. Включается, да. Красава. Ну да. Ну, в принципе, звук хорошо распространяется через кости прямо на органы слуха, поэтому, чтобы было хорошо слышно, можно прислониться к какой-то открытой частью кости. Типа зубами. Ну, я вообще думал, конечно, про открытый перелом, но вообще зубами немножко удобнее будет, да. А если я хочу концерт человек, ну я не знаю, хоть на 15, это что надо, чтобы все 15 человек укусили? Да нет, ты что, тебе никогда столько людей своей музыкой не собрать. Блин, получается не поиграть у костра. Почему нет? Играй сколько хочешь. Да? Все равно все пьяные. А я и сейчас немножечко. А я не немножечко. Ну, в общем, вроде должен получиться такой доступный для молодежи инструмент. Да, чтобы был не особо дорогой. Пусть он продается, я не знаю, за 4, ну за 5. Средних зарплат. Средних зарплат. Надеюсь, вокруг этого инструмента соберется целая субкультура. Да, 100 пудов. Прикольно, что можно будет пообщаться с единомышленниками о чем-то, что вам всем нравится. Ну, если вам всем нравятся гитары, гитарное оборудование, гитарная музыка, то, естественно, вы будете все общаться конструктивно, вежливо, уважительно. Предположительно. Привет, спасибо, что посмотрели. Давненько уже видео не снимали, вот второй ролик уже вышел с недавних пор. Будем надеяться, что все станет хорошо когда-нибудь. Ну, а пока вот буду вас развлекать как смогу. К сожалению, способы поддержать канал финансово закончились. Остались только лайки, подписки и репосты. Ну, еще в нашем паблике во ВКонтакте есть услуги, если вам вдруг надо песню написать или текст, или что-нибудь такое обращайтесь вообще без проблем. А главное, будьте добры и здоровы, пожалуйста. И не болейте, и вообще. Вы классные. Да классные классные.